Так, ну что, всем привет! Сейчас скажу, что можно докупить, особенно в долгосрок, ну, так как мы рассматриваем в основном основные монетки, да? Вот такая тавтология, но ничего страшного. В общем, учитывайте, во-первых, тот фактор, что могут еще провалить, то есть сейчас откат к 4-дневному падению, да, на данном моменте, и потом могут еще вниз возить. Учитывайте данный момент, если вы готовы будете докупаться еще, окей. Если же нет, но, опять же таки, идеальной точки входа нету, есть видос на канале, можете глянуть, и, соответственно, я рекомендую сейчас докупаться, пускай это будет усреднение, но лучше частями докупаться, чем сидеть, ждать идеальную цену, там, и так далее, в долгосрок. По биткоину можно докупиться на данном этапе, ну, давайте я сразу доминацию гляну, я уже смотрел там, по-моему, ничего особенного. Ну, продолжает валиться в целом, стоит в боковике, но посмотрим, скорее всего, вниз опять пойдет. Дальше, давайте по монетам, что можно купить, что нельзя. Дальше, по эферу. По эферу сейчас тоже можно закупаться в долгосрок. Дальше, XRP тоже отличная скидка, можно смело докупаться, то есть на 30, на 30, там, сколько даже, да, на 30% мы упали, можно закупаться без проблем вообще. Ну, если еще пролью, то окей, докупимся. По BNB тоже можно закупаться, в закрытом клубе вчера давала рекомендацию еще. Вот, сейчас тоже можно докупиться, в принципе, ну, в долгосрок, опять же таки, если вы заходите, можно заходить смело. Дальше, по доту валимся, пока что ничего. Чего, по Аде, когда она, по Аде, когда она, то же самое, можно докупаться в долгосрок. Сейчас, XLM, по XLM, то же самое, можно докупаться в долгосрок. Bitcoin Cash, можно докупаться. Дальше, Zcash тоже настоятельно рекомендую сейчас докупить, потому что был халвинг, и у меня там есть ряд видосов на канале. На 15-20% мы упали, отличная цена, чтобы докупиться. Ну, понятное дело, в идеале надо было здесь докупаться, когда я говорил, ну, кто послушал, тот послушал. Вот, по V-Chain'у спрашивали, по V-Chain'у, если бы заходил бы исключительно в долгосрок, жду дальнейшее движение после перехая 26-28 долларов, ой, центов. Вот, дальше, по трону. По трону в долгосрок можно докупиться, учитывайте тот факт, что завтра или послезавтра могут пролить. По другим коину сейчас бы не заходил, но кто держит, держите дальше. Я рекомендовал, если заходить в долгосрок, 18-го числа, сейчас не рекомендовал бы. Вот, ну, давайте по традиции, что там у нас в Chilis. В Chilis можно закупиться, особенно в долгую. Что там еще по VIN'у, у меня спрашивали, ну, давайте VIN. VIN' сейчас валимся, ну, опять же-таки посмотрим, кто держит вот здесь. Вот, я предупреждал, что могут еще провалить, и что инвестиции высокоисковые. Ну, кто этого не понимает, ну, как бы, будет терять. Вот, поэтому OMG, OMG, если бы докупал бы в долгосрок, еще XTZ, Tezos тоже в долгосрок можно докупить. Дальше по LINK'у, по LINK'у тоже самое в долгосрок можно зайти. Еще что там, фил. По филу сейчас валимся, ничего бы не делал. Кто-то докупался до этого, ничего, ничего страшного. Вот, по NEO валимся, не спешил бы. По Qt'у мы, по Qt'у мы тоже самое валимся, не спешил. Так, ну, эфир классик, по-моему, не было, да? Эфир классик докупался бы в долгосрок, по YOT'е тоже в долгосрок. Вот, что еще? Ну, в принципе, ну, давайте ZaraX. По ZaraX'у тоже в долгосрок сейчас хорошая возможность, потому что, видите, цену опустили там на 20-30%, отличная возможность докупиться. Дальше по XEM'у, по XEM'у валимся, не спешил бы сейчас. И Anthology'у у нас осталось, по Anthology'у тоже не спешил. Вот, поэтому вроде бы все сказал. По VIN'у сказал... А, BitTorrent. BitTorrent, кстати, тоже, видите, он не упал ниже данной отметки. Сейчас я проведу тут уровень. Сколько тут? 7. Ну да, получается 7, 120, 7, 130. Ну, давайте 7. 70, 120, как там оно вот так, да? Вот, в принципе, можно смело заходить на данном этапе в плане среднего срока тоже. Но учитывайте повышенный риск, потому что даже вот здесь она уже отросла, там, в 2X, а здесь она отросла в 4 раза, в 5, в 6 раз. Поэтому нужно этот момент даже в 7 раз. Ну, снизу тут вообще сколько она дала? Ну, давайте глянем. Давала она в моменте 30X. Вот, ну, даже хаи у нас были даже 40X. Поэтому учитывайте этот факт. Посмотрим, сколько она еще сходит. Ну, жду дальнейшее движение после перехаи. Здесь 9 тысячных, потом 1 цента. Ну, и здесь, получается, 1,3,5 цента. Вот, в принципе, зайти можно. Но учитывайте, что могут еще свозить вниз. То есть, как по Вину, я предупреждал, что могут сделать такую ситуацию. Здесь мы постоим, потом свозят, ну, и потом дальше вверх. Вот, поэтому держим дальше, ждем. И, соответственно, в покупке по Вину сейчас бы не лез. По BTT можно сейчас докупиться. Вот, поэтому такие дела. В принципе, все монеты разобрал. Если какие-то вопросы остались, пишите в комментах. Всем удачи и всем пока.